Я приветствую всех, кто смотрит нас. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сыркили. Сегодня вторник, 4 июня, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким, пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, стране и правда войне в Украине, которая несомненно повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, в первой части сегодняшнего выпуска мы поговорим с депутатом парламента УАЗу Нантоем о том, как Кремль готовит в Гагаузии почву для насилия. Во второй части мы поговорим с Сергеем Черневым, экс-депутатом Народного собрания, о давлении Шора на примаров в Гагаузии и потери контроля в регионе. В третьей части мы поговорим с Дмитро Левусем, политическим коммендатором из Киева, о том, что значит для Украины разрешение ударов по целям в России. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части я предлагаю поговорить о последних событиях политических, которые происходили в Гагаузии или в которых участвовала Гагаузия или являлась поставщиком главных новостей на прошлой и частично на этой неделе. В частности, вы помните, да, то есть группа жителей из Гагаузии протестовали почему-то против приезда и посещения нашей страны госсекретарем США Энтони Блинкиным. Руководство Гагаузии, которое захвачено Илоном Шором, угрожало примарам, которые идут встречаться с министрами. Дмитрий Константинов, Евгений Агутсов, два с половиной часа на прошлой неделе давили на примаров и угрожали им, что они должны объединиться вокруг руководства Гагаузии против Кишинева. Что бы это значило и к чему это все может привести, как это все интерпретировать, я предлагаю поговорить с нашим гостем этой части передачи. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну вот я в целом обозначил как бы список тем, там три события, да, вот это вот, все это в одной, скажем так, в одном направлении, изоляция, попытка изолировать Гагаузию от внешнего мира, в том числе и от Кишинева. С вашей точки зрения, и это вот попытка, мы видим, что все чаще и чаще, и с приходом Шора в Гагаузию, это, скажем так, набирает обороты, попытка сформировать из Кишинева образ врага, для того, чтобы Гагаузы воспринимали Кишинев как врага. Как это, как вы это все расцениваете, и как вы считаете, удается ли им это сделать, с ваш точки зрения? Я вижу эту картину несколько более общую. Дело в том, что у нас в Молдове на 20 октября назначены два очень значимых события. Это референдумы европейской перспективы Республики Молдова и президентские выборы. Теперь вернемся к тому, какие интересы имеет Российская Федерация. Российская Федерация хочет, получится у нее или нет, это совсем другой вопрос. Я лично считаю, что не получится. Российская Федерация намерена реализовать в Молдове государственный переворот, сорвать проведение референдума, сорвать проведение президентских выборов, потому что среди путинской агентуры нет никого, кто мог бы реально конкурировать за должность президента Смайса. Господин Той, вот здесь вот, если можно на секундочку, когда вы говорите государственный переворот, как он может или с точки зрения России должен выглядеть? Потому что обычно государственный переворот, мы видим, как правило, военный переворот, который всплывает в образе у каждого человека, это группа военных заходит в правительственное здание, захватывает власть и отстраняет законно избранного, или законно находящегося у власти премьера, президента и так далее. Как в данном случае это должно или может выглядеть? Ну, во-первых, я даже не Дмитрий Козак. Но, тем не менее, мы видим, что Республика Молдова является государством, которое имеет много слабых точек. Вот, смотрите, например, это борьба с незаконным финансированием политических партий, что фактически является антигосударственной деятельностью. По сути, да. Это же речь не идёт о том, что кто-то там внутри страны. Нет, это идёт финансирование извне, финансирование подрывной политической деятельности. И, с одной стороны, мы видим, что наша служба информации безопасности публикует какие-то отчёты, открытые с указанием схем. То мы узнаём, что наша прокуратура передаёт какие-то досье, уголовные дела в судебную систему. А дальше начинается сказка про белого бычка. Заседание откладывается, перекладывается. Алерта к бомбе и так далее, да? Да, есть статья 21 Конституции Республики Молдовы о презумпции невиновности. Я никого не тороплюсь обвинять в незаконном финансировании. Но когда уголовное дело передано в суд, общественность, да и национальная безопасность требует, чтобы суд вынес какое-то окончательное аргументированное решение. Чтобы мы знали, что если человек совершил преступление, он должен быть наказан. И это решают ни журналисты, ни депутаты Лазуна Антой. Это решает независимый суд. С этим у нас проблемы. Кроме того, мы видим, что у нас есть... Здесь на левом берегу Днестра достаточно аккуратно пытаются вести себя так называемые лидеры этого режима. Но я не могу забыть, что в 2008 году, когда путинская Россия атаковала Грузию, то в качестве предлога использовала нападение на так называемых российских миротворцев. А мы знаем, что Россия имеет разнообразный арсенал провокаций, которые может организовать. Давайте посмотрим, что творится в странах Евросоюза. Уже несколько стран подряд арестовывают российскую агентуру, которая обвиняется в том, что они намеревались организовать в странах Европейского Союза акты саботажа, покушения и так далее. То есть мы видим, что путинский режим, который совершает преступления против человечности в соседней Украине, он имеет свои задачи и поставил себе цель взять под контроль Республику Молдову, исходя из того, что А. Молдова имеет 1222 километра общей границы с Украиной, и Молдову с Украиной связывают важные инфраструктурные проекты, то есть транспортировка грузов, важных для Украины. И говоря уже о том, что Молдова является и страной-соседом с НАТО. И поэтому путинский режим хочет реализовать в Молдове государственный переворот для того, чтобы взять под контроль Республику Молдова. И когда некоторые жители автономии, которые слово «мама» пишут с четырьмя ошибками у себя в Фейсбуке, пишут про федерализацию Молдовы, для меня абсолютно очевидно, что есть единый центр. Ну да, Мария Захарова — это тот, что на поверхности, да? Который распространяет разного рода фейки, грязные фейки, обвинения, в основном против президента страны Майя Санду. И в то же время вбрасывает разного рода идеи. Когда такие люди, повторяю, которые слово «мама» с четырьмя ошибками пишут, у них на Фейсбуке появляется идея федерализации Молдовы, и эту идею воспроизводит тот же Илон Шор, так совершенно очевидно, что в этот российский сценарий входит не только взять под контроль правый берег, но и организовать так называемое решение Приднестровского конфликта в соответствии с меморандумом того же Дмитрия Козыка, который должен был быть подписан 25 ноября 2003 года. Поэтому я... А этот меморандум предусматривает наличие на территории Республики Молдова российских войск, я правильно говорю? Да, это даже не обсуждается. И этот меморандум предусматривал превращение бывшей Республики Молдова псевдогосударства, которые управляются извне. Поэтому я так воспринимаю ситуацию. Господин Антой, я прошу прощения. Если можно, объясните, почему для России важно получить контроль над Молдовой в контексте российской агрессии против Украины? Россия завязла в Украине. И тот блицкрик, который изначально планировался, он провалился. И сейчас, я повторяю, Молдова, невзирая на то, что мы не слишком богатая страна и не слишком большая, она достаточно важна в региональном контексте. Это и те 1222 километра общей границы, и инфраструктура, которая нас связывает с Украиной, и которая очень важна для Украины. И, конечно, тот факт, что мы являемся страной-соседом НАТО. И есть ещё один момент. Почему Россия на протяжении более 30 лет не признала так называемое Приднестровье? Ответ очень простой, потому что эта узкая полоска земли не нужна России, за исключением тех, которые кормятся из контрабанды. А России нужна вся Молдова. Так устроено российское имперское сознание. И поэтому, когда Молдова получила статус страны-кандидата, и сейчас мы находимся в перспективе начала переговора во вступлении в Евросоюз, и для нас наступают очень важные президентские, а затем и парламентские выборы, то Россия делает всё для того, чтобы сорвать процесс европейской интеграции Республики Молдова и сохранить Республику Молдова в качестве колонии. Вот это я так понимаю ситуацию. И когда мы говорим про Илон Шора или про кого-то там из ГГУской автономии, то это всего лишь инструменты путинского режима. И когда на 9 июня заявлено, что там в Москве состоится что-то, то это состоится сборище коричневого рубашечника русского фашистского режима. Это инструмент. Это представители русского фашизма в Молдове, которые имеют задачу ликвидации Молдовы как государства. Я не дипломат. Я говорю то, что думаю. И я понимаю, что Путин не занимается организацией так называемых чего-то акций протеста. Ему не акции протеста нужны. Ему нужен результат. А результат, я повторяю, я помню 25 ноября 2003 года, результат — это превращение Республики Молдовы в подконтрольную территорию, плацдарм против Украины, против Евросоюза и против НАТО. И остаётся открытым вопросом, в какой мере мы, граждане Республики Молдова, способны осознать эти риски и способны консолидироваться и мобилизоваться для того, чтобы своим участием в этом референдуме и в этих выборах пресечь эти планы. Этот же вопрос относится и к жителям, нашим согражданам ГГУской автономии. Я прекрасно понимаю, что далеко не все там за деньги голосовали за кого-то там. Но у меня возникает вопрос. А остальные наши сограждане, которые живут в автономии, они согласны с тем, чтобы их превратили в стадо, которое погонят на бойню? Я этого не понимаю. Я повторяю, я никого не посылаю на баррикады, но когда в ГГУской автономии на протяжении уже лет последовательно создаётся образ врага из центральной власти, законно избранного президента, законно избранного парламента и правительства, то для меня совершенно очевидно, если создаётся образ врага, таким образом готовится атмосфера к насилию. И люди в автономии должны понять, что они заложники этой ситуации. Кто-то продал свой голос за деньги, а теперь они оказались заложниками, потому что автономия превратилась в инструмент для путинского режима, не для Илона Шора. Илон Шор тоже инструмент. Для реализации антигосударственных планов, сценариев в Республике Молдова. И когда мне рассказывают, что в Народном собрании только 13 депутатов не находятся на содержании Илона Шора, и когда мне рассказывают мои друзья из автономии, то молодые, хорошо подготовленные физические люди, как и в 2014 году, будут посылаться в Россию под предлогом участия в соревнованиях для того, чтобы из них готовили боевиков, у меня возникает вопрос. Ну что, овцы? Мы будем ждать, пока нас погонят на бойню? Поэтому я... А эти молодые люди, которых отправляют, они связаны с кем-то из депутатов Народного собрания? Я не являюсь директором службы информации и безопасности, но просто мои друзья из ГГУской автономии обращают внимание на некоторые абсолютно анормальные процессы, которые происходят в автономии. И я повторяю, что никогда не считал и не считаю, что большинство наших сограждан, которые живут в ГГУской автономии, разделяют эту преступную политику и намерены участвовать в реализации этих преступных планов. Но для того, чтобы эти планы сорвать, мы должны понять, что на каждом из нас лежит ответственность гражданина. И далеко не всегда... Да, я прошу... Да, я считаю, что в этой ситуации люди не должны молчать, люди должны внятно сказать, что мы не хотим быть заложниками, мы не хотим, чтобы ГГУскую автономию использовали как инструмент для разрушения молдавского государства. И пора становиться тем людям, которые за деньги готовы продать имаму родную, не говоря уже о республике Молдов. Ну, тут важно, я думаю, вспомнить, как все начиналось на Донбассе. Там же тоже никто из местных не взял в руки оружие против Киева. Там отправили группу диверсантов во главе с Гиркиным-Стрелковым, а местное население просто смотрело и не препятствовало тому, чтобы Гиркин-Стрелков делать то, что он делал. Я так понимаю, что примерно такую же атмосферу пытаются создать и здесь, в ГГУ. Чтобы большинство спокойно смотрело на те провокации, которые могут быть здесь. Михаил, дело в том, что... Не то, что дело в том... А я помню период развала СССР. Та атмосфера, которая была и на юге республики Молдова, и на левом берегу Днестра. Мы многое помним. И Абхазию, и Южную Осетию. И мы помним Донецк-Луганск. Мы помним, я помню, по крайней мере, республику Буджак, которую никто не аннулировал этот проект, который должен был быть реализован по итогам проекта Новороссия с ликвидацией Украины и Молдовы как государства. Но дело не в том, чтобы помнить. Дело в том, чтобы наши сограждане, которые сейчас кто-то думает о работе, кто-то думает о детях, кто-то думает о здоровье, о внуках, чтобы они поняли, что ситуация... Я не пытаюсь провоцировать паник. Я призываю к тому, чтобы каждый гражданин республики Молдова, независимо от того, где он живёт, на юге, на севере, в центре, и на каком языке говорит, чтобы они поняли, насколько критический этот год, и 2024 год для нас, для всех. Если мы хотим избежать войны, хаоса и разрухи, мы должны объединиться в качестве граждан республики Молдова, а политических провокаторов послать вдоль по Питерской. Кто-то там поедет на петербургский якобы экономический форум демонстрировать преданность фюреру. Но это наша специфическая ситуация, когда в парламенте республики Молдова находятся депутаты, которые в то же время имеют обязательства перед путинским режимом о разрушении республики Молдова как государства. А что ещё будет происходить? Ну, если вам известно, какова ещё цель стоит перед организацией этого сходняка в Москве 9 июня? Я склонен считать, что в Москве существует координационный центр. И то, что видно на поверхности. Например, выходит Мария Захарова и обвиняет в первую очередь Демаю Санду в каких-то ужасах, которые должны послужить оправданием для вмешательства в внутренние дела республики Молдова. Мы уже русофобы, мы уже поплонники антонесского и нацистского режима, мы уже ведём Молдову по украинскому сценарию и мы якобы хотим вовлечь Молдову в войну против России. Очень интересно, кто из этих последний раз видел географическую карту, как выглядит Россия, где находится Молдова и как мы выглядим. И по мнению Мединского, Молдование почти славяне. Да дело не в этом, потому что, когда некто Владимир Путин 11 июля 2021 года опубликовал статью о том, что существование три единого русского народа, что украинцы и белорусы не существуют как народы, то следующим шагом логическим стала статья 3 апреля 2022 года в РИА Новости, «Как Россия должна поступить с Украиной», которая является откровенным манифестом русского фашизма, который оправдывает, не оправдывает, а ставит собой задачу геноцид украинского народа и ликвидация украинского государства. Если посмотрим на наказ, очень полезный документ, публикованный 27 марта уже этого года, Всемирного Русского Православного Конгресса, там открыто говорится, Русская Православная Церковь объявляет задачу ликвидации Украины как государства. Возникает вопрос, а что осталось из христианства в Русской Православной Церкви? Ну, это вопрос чисто риторический, потому что ничего не осталось, это в лучших традициях советских времён, церковь стала инструментом путинского режима, как в своё время было в советское время. Но я повторяю, я не хочу перечислять все эти очевидные признаки того, что в России консолидировался фашистский режим и что этот фашизм угрожает Республике Молдовы. Когда мы говорим о Республике Молдовы, я в первую очередь имею в виду граждан Республики Молдовы, которые хотят мир этой стране и хотят, чтобы эта страна существовала, развивалась и здесь имели будущее наши дети и внуки. И поэтому, я повторяю, я никого не пытаюсь спровоцировать паник, но мы должны понять, путинский режим хочет уничтожить Молдову, и Ланшор, и некоторые группировки из белгойской автономии – это всего лишь инструмент. Но если мы не стадо, а мы граждане, мы должны проснуться. В украинском языке есть такое смачное слово «схаменутись», «очнуться», да? И понять, какие риски грозят Республике Молдова и понять, что только наше объединение в качестве осознанных граждан, сознательных граждан, является самым эффективным инструментом против политики ликвидации Республики Молдова. Вот сегодня мне задавала одна женщина вопрос. Все говорят, что будет война. Вот это ответ, да? То есть для того, чтобы не было войны, нас не втягивали, нужно не поддаваться провокациям Шора и его приспешников. Я хочу подчеркнуть следующий момент принципиально. Мы говорим «гибридная война». Возникает вопрос, почему этот инструментарий гибридной войны, вот я был, например, пару лет назад в Литве, я видел консолидированное общество сознательных граждан, которые не ведутся на разного рода фейки, которые верят своей демократически избранной власти, и, соответственно, всей Литвы нет российской агентуры, как у нас в Молдове. А почему у нас в Республике Молдова вот эта гибридная война зачастую достаточно эффективна? По той простой причине, что молдавские политики больше 30 лет проституировали на прошлом и сознательно поддерживали раскол в обществе. И сейчас путинский режим пытается эксплуатировать и усугублять этот раскол. Оказывается, мы с вами говорим по-русски, но мы русофобы, да? Понимаете? И дело даже не в этом, потому что, если перевести на русский язык «Mein Kampf» Гитлера и Библию, так это всё-таки не язык главный, а содержание. И вот эти люди, которые являются инструментом русского фашизма, русского мира, они пытаются создать образ врага внутри Республики Молдова для того, чтобы путинский режим имел аргументы в кавычках для сценариев по разрушению молдавского государства. Я повторяю, и власть, и общество должны делать всё, чтобы не допустить этого. На протяжении десятилетий мы видели, что Россия ставила на таких откровенных подлецов, то все российские сценарии проваливались в конечном итоге. Но этот год настолько важен, что мы должны перевалить через референдум, через президентские выборы и продемонстрировать путинскому режиму, что Молдова ушла из той зоны, где можно государство превращать в территорию, где можно вместо законной избранной власти насадить марионеток, где можно вместо свободы насадить диктатуру бандитизма. Господин Антон, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас ещё. Спасибо большое. Спасибо. Я сожалею, что я не окончил МГИМО. Возможно, я был бы более дипломатичен, но уже меняться поздно. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю продолжить обсуждение темы политической ситуации в Гагаузии. Поводов, как вы знаете, было немало на прошлой неделе. И на этой неделе эти поводы продолжились. Это и угрозы примарам со стороны Гуцул и Константинова за то, что они встречаются с представителями правительства и центральных органов власти. Это, как вы знаете, были собраны примары или созвали примаров в здании из полкома и народного собрания, и два с половиной часа им угрожали, давили на них и так далее. Это и протест, который организовали жители Гагаузии в Кишиневе во время визита гость-кредитаря США Энтони Блинкина. И на этой неделе это все продолжилось. Встреча примаров с представителями правительства, за что их объявили предателями пособники ШОР. Как это все оценивать, я предлагаю поговорить с нашим гостем, который у нас в студии. Сергей Чернев, экс-депутат народного собрания и человек, который активно высказывает мнение по поводу ситуации в Гагаузии, господин Чернев, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Благодарю, что нашли время и прийти к нам в студию. Начну с такого простого вопроса. С одной стороны, нас не радует или не может не радовать, я имею в виду, не только себя и, как бы, скажем так, своих соратников и членов команды НОКТА, но имеется в виду, не может не радовать жителей Гагаузии. То, что пошла эскалация между региональной властью и примарами. Но, с другой стороны, мы видим, что им приходится давить на примаров, потому что примары явно не хотят идти, скажем так, у них на поводу. И не хотят отказываться от контактов с Кишиневым. Получается ли Константинову, Евгению Гуцулой, а и Шору, которые за ними стоят, запугать примаров? С вашей точки зрения. Ну, знаете, давайте начнем с того, кто такой примар. Примар сегодня это не политик, это хозяин села. Хозяин, который сегодня занимается благосостоянием и обеспечением хорошей жизни, хороших условий жизни для своего населения. Благоустройство. Да, благоустройство вот этим. Вот сегодня примары, сегодня Константинов вместе с Гуцул стали конфронтацию с Кишиневым. Они не стали туда, как бы, на путь созидания, они стали на путь войны, и Гагаузи использует лично в своих целях Шор. Шор потерял влияние над Гагаузией. Он потихонечку теряет. Почему? Потому что Шоровская вот эта команда, все его влияние держится на деньгах. Ну, так как у нас он связался с Гагаузами, он сам даже не понял, как у вора начали воровать, он понимает, что сегодня он ситуацию не вырулит. Его соратники начали воровать. Да, его соратники начали воровать в Гагаузии, и Шор понимает, что ситуацию не вырулит, и он начал спрашивать с того же Константинова, с того же Гуцул. И если с Гуцул, как с табуретки, спроса нету, Константинов сегодня состоявшийся политик, как он считает себя, как он преподал себя Шору, Шор начал с него спрашивать. И сегодня, потому и Константинов пытается объявить примаров предателями, сегодня наехать на них, создать видимость контроля над Гагаузией. Вот то, что сегодня творится. И сегодня, конечно, для Константинова самая хорошая фишка, как бы получается, он обвиняет их, зная, что Гагаузия пророссийский регион, он обвиняет примаров в связи с ПАСА, вот так, с действующей властью, и на этом пытается построить всю свою политику. Хотя Константинов забывает, кто ему помог стать председателем народного собрания. Ну, раньше Константинов обвинялись в связи с ПАСА. Ну, Константинов, правильно делали, что обвиняли, почему Константинов и был связан с ПАСА. Константинов помогла сделать действующая власть, помогла Константинову стать сегодня председателем народного собрания. По-другому у Константинов шансов не было. Но Константинов в своей манере опять же кинул ПАС, пошел, взял у Шора денег и начал воевать сейчас против действующей власти. И у Константина Спаса отрицает, что они эту группу это самое? Ну, Константинов это пускай говорит у себя дома своей жене. Если хочешь, я ему прямо доказательства, вот тут если он выйдет в студию, я хочу ему прямо доказательства, скажу, с кем разговаривал, как разговаривал, как нагинали депутатов, кому что обещали, кому что платили, кому чем угрожали. Константин оплатил и денег депутатам некоторым, которые не хотели слушать, чтобы именно проголосовали за него. А уже опасность, как причем? На некоторых депутатов получалось, такие как вот занимали государственные должности, не буду говорить про кого, он выходил туда на центральные власти и просил, чтобы они посодействовали, чтобы проголосовали за него, как за председателя. Хорошо, ну, если Константинов захочет ответить, мы предоставим право на реплику, но вопросы будут жесткие, господин Константинов. Что касается вот этих двух встреч, значит, встреча первая, которая была на прошлой неделе, которую созывала Гуцул с Константином, вы не знаете, да, пришли примары в исполнительном комитете, в здании заседания Народного собрания, там не было только примаров, там не было всего лишь. Встреча первая, которая была на прошлой неделе, которую созывала Гуцул с Константиновым, где два с половиной часа пытались давить на примаров и призывать объединиться против Кишинева, помните, да? Там было сколько примаров? 19 примаров. 19 примаров. И на этой неделе, не на этой, сегодня была встреча в университете. 22 примара были. Было 22 примара. То есть 22 примара, при этом 22 примара пришли сегодня на встречу в университет, несмотря на то, что Константинов и Гуцул им угрожали. Да. Так, сколько примаров они контролируют, на сколько примары? Или примары вот за вот это время, что прошло с прошлой недели по сегодняшний день, очень многие осмелели, что произошло вообще? Ну, я вам скажу, вот, как, если вот взять первая встреча, которая была, там было 19 примаров. Да. 10 почему не пришли с вашей, с вашей, с вашей. С моей точки зрения, они уже эту власть не считают за власть. Исполком. Те 10, которые не пришли. Да, да, исполком и действующего председателя народного собрания полностью с народным собранием они не считают за власть. Все. Это сегодня, это не раскол Гагаузи, это сегодня эти показали, что исполком, народное собрание, партия войны, примары хотят сегодня мира. И сегодня, если обвинять примаря в предательстве, то предатель сегодня исполком во главе с Гуцул и народное собрание во главе с господином Константиновым. Это и сегодня предатели гагаузского народа. Там с примарами попытались вести себя очень жестко. наезжали один наш там борец, который там говорит, что он именно из-за своего клуба пошел туда к Шору, который орет наш этот Евгений Александрович, назвал примара Камрата предателем. Который был бывшим примаром. Да. Примар Камрата не предатель. Кримар сегодня Камрата, который сегодня борется за этот населенный пункт. Предатели, которые собрались сегодня около Шора и живут на его деньги, продают сегодня Гагаузию и Гагаузский народ. Вот это сегодня. Сегодня то, что собрались 22 примара, они сегодня показали. Хотя вчера ездил господин Леичу, ездили, они пустили всех своих... То есть они вчера объезжали по примару? Да, вассалов, всех обезжали. Господин Леичу, видно, контролировал вулканический район, он бегал по вулканическому району и требовал, чтобы никто не пошел с ней на встречу сегодня, на вот эту встречу, которую намечалось с центральными властями. Вот так. Подожди, это же простая встреча, пришли госсекретари министерства. Что в этом плохое? Сегодня примар не политик. Примар сегодня хозяин села. И сегодня примар хочет, чтобы его населенный пункт развивался. Если за последние два года начиная от Гуцул, Ирина Влаг, выделились где-то 400-500 миллионов лет через региональное развитие на примаре, до тут примаров дошли крохи. Деньги просто разворовывались в исполкоме. И сегодня исполком дерется, чтобы вот эти деньги шли через них, чтобы не шли напрямую к примарам. А примары сегодня понимают, на черта нам посредники в виде исполкома, в виде народного собрания, если мы можем деньги напрямую работать с Кишневым получать. И Кишнев это делает. Вынужденная мера. Почему? Потому что никто сегодня с варьем связываться не будет. Если брать сегодня исполком, представлял сегодня беглый вор, и сегодня исполком я приравниваю к преступной группировке, а сегодня народное собрание, которое поддерживает этот исполком, которое голосовало, это тоже члены преступной группировки. Вот и все. Вот так к этому надо отказать. Примары, хозяева, эти сегодня бандиты, я не вешаю ярлыки, которые сегодня втягивают Гагаузию, конфронтанцию с центральными властями. Хорошо, вы говорите, примары не политики. Окей, у меня немножко другое мнение, но сейчас речь не об этом. Речь о чем? Примары, даже если они, как вы считаете, не политики, они могут высказывать свое мнение? Они понимали год назад, когда выбирали эту гудсу, к чему это все может принести? Ладно, может быть, не все. Ну, допустим, как минимум, там, ну, городские примары. Или они не понимали? Знаете, примары понимали, куда они втягиваются. Они прекрасно понимали, куда втягиваются. Ну, знаете, как они потом уже поняли, куда они втянулись. Ну, в тот момент тоже кто-то пообещали какие-то гранты, пообещали что-то, кому-то дали денег, потому что я знаю, некоторым примарам просто получали деньги, вот стояли на зарплате, вот так вот. Уже не стоят? Уже, к сожалению, наверное, Шорин перестал платить, к ихнему сожалению, не к моему. Вот так вот. И они прекрасно понимали, куда втягивают Гагаузию. Прекрасно понимали. И они прекрасно понимали, что у нас сегодня получается, что пост Башкана покупается. Кто дал больше денег, тот сегодня и выиграл. Вот извините, вот так не народ выбирает, а выбирает чей-то кошелек. И примары, к сожалению, тоже иногда на это ведутся. Хорошо. Что изменилось сейчас, что они пошли? Вот эти 22 человека, которые пришли сегодня, они ослушались Константинова и Гуцул? Или они не предразвивали? Что ими двигало сегодня? Ну, ими двигало, знаете. Потому что им угрожали, это мы знаем. Их предупредили, не ходите сюда, будете названы предателем. Ну, знаете, пускай они что хотят, говорят. Сегодня примары, вот знаешь, где-то может сработало то, что хотят села, чтобы развивались. А с другой стороны, знаете, как сказать, не буду обижать примаров, они знают, почему начали вести диалог сейчас прямо с центральными властями. Почему? Потому что сегодня, если взять по большому счету, по-гагаузски бычак-то, якмек-то, кишнёта. И хлеб, и нож находятся в кишнёве. Как порежут этот каравай, так нам и достанется. И если даже взять, сейчас вот берем Гагаузию за основу, вот Гагаузия имеет 140 тысяч населения. Сегодня у нас... По переписи 2014 года. По переписи 2014 года. Ну, сейчас сказали, вот я не знаю, вот перепись, которая уже где-то более 80% в Гагаузии населения как бы обросили. Переписали 80 тысяч. 82 тысячи у нас населения на данный момент. Вот 80% как бы населения этот... Это, которые физически находятся в... Да, физически, которые находятся здесь, как бы в Гагаузии, которых переписали, которые находятся дома, к которым вот сегодня пришли. Вот и всё. Ну, ждём официальных подтверждений. Да, вы хотите сказать, что население Гагаузии уменьшилось? Кратно. Население Гагаузии минимум уменьшилось на 30%. Если мы имели 136-140 тысяч населения, как бы я даже сомневаюсь, что у нас, мы нас скрепим в 100 тысяч сейчас. И вот берём грубо на эти 100 тысяч, нам выдаются полтора миллиарда населения Ханчешского района, где 120 тысяч населения, вот как бы тоже как бы по переписи, я не говорю, сколько у них сейчас, может у них тоже осталось... Окей, 24 тысячи, 140, у них 120, да? Да. Да, им 800 миллионов. Гагаузию никто не обделял. И сегодня наши примары, наша Гагаузия жила по сравнению комфортно с другими районами, как бы нашей страны. И сегодня то, что началась вот эта война между центрами Кишинёва, это не началась война Гагаузов. Это началась война Шора с действующей властью, попытка её свергнуть, чтобы уйти от ответственности. Ну, смотрите, как они настраивают, они и народ настраивают против Кишинёва, что вот они настраивают, что в Кишинёве сидят враги, имеется в виду это правительство. Вы ощущаете это, как бы вот это настроение? Очень ощущаю. И когда госпожа Гуцу разговаривает, что не её судят, судят гагаузский народ. И судят за дела 19-го года, когда она перевозила денег. Я, конечно, не имею права её обвинять, пока нету решения суда вступившего в силу. Но сегодня тебя не обвиняют за гагаузию, то, что ты гагаузией возглавляешь. Ты сегодня перевозила деньги. В 2019 году. Да, в 2019 году. Иди решай свои проблемы. Нечего туда втягивать гагаузский народ. И если ты чувствуешь, что у тебя рыльца пушку, не надо гагаузский народ обвинять в этом. Иди, сними с себя этот пост, чтобы гагаузский народ за тебя не страдал. Сегодня гагаузия страдает именно из-за Шора, именно из-за Гуцу. Который сегодня из-за таких депутатов, которые продались во главе с Константиновым, Илёй Узуном. Ещё есть вот эти депутаты, которые сегодня ради своей алчности продали гагаузию. Я могу понять некоторых депутатов, у которых и бизнеса нет, ничего. Но я сегодня не могу понять Константинова, я не могу сегодня понять господина Узуна. Который имеет устоявшийся хороший бизнес. На что они повелись? Хорошо, а как далеко может зайти вот эта ситуация с примарами? То есть примары, у них получится запугать или заставить примаров отказаться от контактов с Кишином? Я сейчас скажу, так знаете, примары зависят от финансирования. Если финансирование пойдёт с Кишинева напрямую им, то этот исполком в скором времени сам себя изживёт. Всё. Ну у нас получается ещё то, что у нас сейчас получается, вот Александр Тарнавский где-то, я читал, где-то мемородов. Да, он сказал, что показатели социально-экономического развития упали. Да, упали. И как я вот на прошлой передаче вам говорил, что мы в сентябре-октябре столкнёмся с тем, что не сможем выдавать зарплаты, мы с этим столкнёмся. Вот вы увидите. То есть исполком не сможет выдавать зарплаты? И придётся Кишинёв взять напрямую и платить всем. Понимаете? И исполком сам из себя изжил. Это не исполком мира, это исполком войны, который вышел воевать. Ему нету сегодня задачи делать в Гагозии что-то хорошее. Сегодня исполком просто решил повоевать с Кишинём. Вот и всё. И втянул в этот целый регион. И сегодня этот регион сегодня держат для дестабилизации ситуации в стране. Давайте назвать вещи своими именами. Хорошо. Как они, с вашей точки зрения, смогут дестабилизировать? Если они не контролируют. Ну, вот сейчас вот это самая большая проблема их. Но у нас ещё одна проблема есть. В том, что наш электорат есть митингующий электорат, который митингует за деньги. Вот так вот. Профессиональные митинганты. Да, это уже профессиональные митинганты. Вот они смотрят, вот даже смотрим последний митинг, который был здесь. Вот знаете как? Там больше всего это было шоу. И там прямо... Вы увидите, это последний, когда приезжал госсекретарь. Да, когда приезжал госсекретарь. И нашим гагаузам я не пойму, почему это надо было. Понимаешь? У нас своих проблем здесь не так. Вот так море. Не вышли Аргеев, не вытащил Шора Аргеев, не вытащил никого. А вытащил наших гагаузов. Почему? Потому что наши... Вот я смотрю, был конечно... Кстати, а почему Аргеев он так не использует? Там же тоже свой примар и так далее. Свой примар, но там видно более грамотный примар, чем наша... Извиняюсь... Она такая же, как и может быть грамотнее. Они не могут найти людей или что там? Своих жалко. Гагаузам не жалко. Гагаузам как пушечное мясо. Гагаузам больше, гагаузам меньше. Никто не это как бы... Такое отношение. Да, да, их не хватится. И сегодня уже гагаузи, они сделали регион, который... Не то, что мы с соседями уже не хотят с нами общаться. С нами уже и не хотят центральные власти общаться. Именно сделали Константина, Буцу, Шор. Вот это троечки. Еще две темы остались. Хочу с вами побыстренько обсудить. Вот этот гагаузлэнд вообще. Что за история? Они хотят его построить. Обещали до 1 июня, не получилось. Вообще, они собираются его строить? По мне, гагаузлэнд даже никто не собирается строить. И 1 июня, они никак не успевали строить. Если бы даже все там что хорошо. Вот они не успевали. Не хватало по времени, не хватало по этому, чтобы им строить. Сегодня этот гагаузлэнд, это сегодня надо объединить около какой-то идеи создать общего врага. И сегодня этот гагаузлэнд для того и делается. Сегодня гагаузлэнд делается, как говорят, чтобы обвинить Майю Сандую партию ПАС в том, что им не разрешают делать этот гагаузлэнд. Вот, пожалуйста, мы хотим сделать для детей, а вот они не разрешают. Есть общий враг, против кого надо выходить на митинги, против которых надо воевать. Вот я говорю то, что я не удивлюсь, если сам Шор проплатил вот эту стройинспекцию, которая пришла и запретила его делать. И там, получается, медаль имеет две стороны. Если стройинспекция непроплоченная, она сегодня заплатила, значит, там нарушались какие-то нормы. Там будут дети играться. И нам не хватает, чтобы еще кто-то там, каких-то там смертей получилось, вот это. Но я скажу больше. У нас уже клоуны, гагаузлэнд и есть. Вот то, что сегодня творилось на этом митинге. Вот в Кишиневе, когда я смотрел, как этот митинг наигранный, и каждый, кто попадал в полицию, сразу имел 500 долларов, имел премию за то, что он попал туда. А вот эта женщина с ребенком, которая была, падала, она там падала три раза. Просто не делали ракурса хорошего. Вот так. Эта женщина упала, она имела тысячу долларов за это. Вот так. И шор, по ходу, если там видно, там сразу они дают команду, все снимайте, все снимайте, выбирают хорошую съемку. Это было сегодня шоу, чтобы показать, что сегодня есть в Гагаузии недовольство. Вот то, что сегодня они сделали. Как-то они очень довольны выглядели, понимаете. И Мирей Ла, и этот. Ну, а как не будешь довольны, 500 долларов тебе платят за то, что тебя милиция взяла за руки бы. Как не будешь довольны, 10 тысяч. Подручку в маршаду. Да, да, 7-8 тысяч на ровном месте. Вот это, если сегодня, чтобы сегодня на обрезку виноградников, на прополку виноградников тебе платят 200-300 рублей в день, то ты идешь на митинг 400 рублей. А если тебя еще и тронула полиция, ты еще не имеешь там 8 тысяч рублей премиальных, так ты меня извини. У нас, конечно, утром приходите где офис шора, да и здесь я в Камраде вижу, все ждут уже накрашенные, напомашенные эти бабушки ждут, когда, куда будет, в какую сторону будет вызов. И у них там шор таки. Получить наряд, да? Да, наряд. Шор на них таки говорят, ББР, бабки быстрого реагирования. Ага. 9 июня что будет в Москве? 9 июня... Из Гагаузи много людей собирается? Я думаю, что поедут много людей. Почему? Потому что у них весь основной контингент здесь в Гагаузи. Вот так вот. 9 июня я, ну, как бы несколько, как бы, вариантов рассматриваю, что там будет. Первый вариант, как бы, один из вариантов, как бы, то, что я думаю, что там будет. Это будет обозначаться кандидат на президента. Это первый вариант. Второй вариант, это то, что, как бы, еще один, как бы, вариант, это вторая, как бы, их задача будет привести сюда денег, завести опять вот это. Через этих людей. Да, через этих людей. Третья задача будет Гагаузи дать минимум 65-70 тысяч голосов. Почему? Потому что они попытаются через вот этих своих избирательные комиссии вот это, накрутить вот это. И четвертый вариант, самый основной, будут готовить Гагаузию для дестабилизации ситуации в стране, если выборы пойдут не так. У них сегодня задача Ушора… Хотя, в смысле, не по их плану. Да, да. Задача сегодня Ушора вырвать первое место взять по стране. Вот взять хотя бы на один голос больше. Вот так Ушора. Если он возьмет на один голос больше в стране, через Конституционный суд отменит выборы диаспоры. Почему? Потому что диаспора была поставлена в неравные условия. Они уже это говорят, готовят почву для этого. И Конституционный суд, я больше чем уверен, примет их сторону. Почему? Ну, знаете как, как вам сказать. Вот сегодня есть вот люди на заработках. Правильно? Вот он образно зарабатывает 100 тысяч в год. За три года он заработает себе 300 тысяч. А тут пришли за один раз и дали 3 ляма. Вы думаете такие расценки? Я думаю не меньше. То есть вы хотите сказать, что они пытаются и могут купить Конституционный суд? Так они уже его купили, а один раз купят еще раз. Вот говорю. А откуда такая информация? Ну, проголосовали тогда один раз проголосовали, второй раз проголосовали. То, что отпускают вот сегодня люди, которых сегодня вот знаете как явно сегодня нарушили вот сегодня закон. Вот даже, Павел, конечно. Сегодня было то, что они деньги прятали. Но это суды общей юрисдикции. Ну, послушайте, чем отличается тот суд от этих? Эти судьи не отсюда выросли? Ну, мы готовы предоставить членам Конституционного труда. Будем рады видеть здесь представителей Конституционного труда и пообщаться с ними. Господин Чернев, благодарю вас, что вы нашли время и пришли к нам в эфир прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо вам тоже. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Везите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в ГАГУЗе. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю обсудить, как изменилась ситуация в Украине и как повлияло на фронт или военно-политическую ситуацию разрешение, которое было дано международными партнерами, западными партнерами ЗСУ, вооруженным силам Украины, бить по объектам на территории России. По этому поводу на прошлой неделе было очень много дискуссий. И в конечном итоге международные партнеры, западные партнеры одни за другим разрешили ЗСУ, вооруженным силам Украины, использовать западные вооружения для того, чтобы бить по целям на территории России. Об этом я предлагаю поговорить с нашим частым гостем, Дмитро Левусь, политический комментатор из Киева. Дмитро, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, рад вас видеть. Давайте, ну, с общего вопроса, самого логичного в этой ситуации. Помогло ли это ЗСУ каким-то образом то, что у них появилась возможность бить по целям, военным целям на территории Российской Федерации? В данном случае, речь идет исключительно о военных целях, а ни в коем случае не о гражданских. Однозначно. Однозначно, мы уже видим первые результаты. Уже и мне знакомые рассказывали о том, что да, что эти удары уже наносились. И, ну, это не значит, кстати, что Украина не наносила никаких ударов по территории Российской Федерации. Ну, она наносила, мы видели, дроны постоянно попадали в НПЗ и так далее. И артиллерия, да, то есть и реактивные системы залпового огня. И, кстати сказать, был один очень такой показательный момент, это то, что все время, как один из аргументов, которые использовали наши партнеры в том числе, в том, что нельзя же бить, потому что это по территории России, это означает или там прямое втягивание в войну, НАТО, США или дальнейшую эскалацию. Вот, но суть в чем? Суть в том, что, например, само военное ведомство России регулярно отчитывалось о том, что по Белгороду ударили чешские системы вампир, там 8 снарядов РСЗО вампир было сбито, да, то есть Чехия страна НАТО, Чехия страна Европейского Союза и, тем не менее, ни к чему это не приводило, да. Другой момент. Россия все время рассказывает о том, что Крым, вопрос с Крымом вообще закрыт. Россия провозгласила, что помимо Крыма присоединила ему к своей территории и вписала в Конституцию, они почему-то считают, что это такой аргумент просто. Четыре области. Это типа высечено на камне, да, что-то вроде? Да, типа да, как будто бы четыре области Украины, вот. И при этом сама же Россия абсолютно спокойно признавала, что по этим территориям регулярно работали Хаймерсы, регулярно работали американские Гаубюца М777, да, то есть. И ничего не было, по скальпу, штурмшеду по Крыму прилетали и топили там и корабли, и били по крымскому. Дмитро, такой вопрос. Это все, я так понимаю, стало стремительно меняться после визита Блинкина, да? Я думаю, да, это, ну, скажем так, я не думаю, что это было вот единственное, да, скорее мы можем говорить о комплексе, да, то есть что произошло? Ну, во-первых, началось российское наступление на Харьков, в никаком случае не надо воспринимать это как, ну, что у меня вот была ситуация при общении с западными журналистами, да, например, говорят, ну, был открыт второй фронт, да не был открыт второй фронт, да, то есть линия границы это и есть линия фронта. И, тем более, вот та территория, на которую сейчас Россия начало новое наступление, Волчанск тот же самый, это территория, которая была освобождена в ходе украинского контрнаступления в сентябре 2022 года, когда эту сволочь выкинули, да, с территории Украины. Вот, и, естественно, что линия фронта там и стояла, естественно, диверсионно-разведывательные группы, естественно, постоянные обстрелы, можно еще вспомнить о рейдах русского добровольческого корпуса и легиона свободы России, граждан, на Белгород, да, которые ходили в Шебекино, да, и, то есть, в два раза причем, кстати, сказать тоже. Вот, та же самая ситуация, кстати, и в Сумской области, севернее и в Черниговской области, то есть, нету спокойной границы никакой. Вот. Вот это вот наступление, которое, кстати сказать, если бы была возможность нанесения эффективным западным оружием, оно доказало свою эффективность. Почему? Потому что, например, даже Хаймарсы и М777, они применяются не совсем так, как это было в военной доктрине американцев, да, то есть, Хаймарс, Украина это сумело приспособить, применить в таких, не только в тактических, а в оперативных, где-то даже в стратегических целях, да, то есть, вот, освобождение правого берега Херсонщины, оно благодаря этому тоже где-то происходило, к толковому применению. Вот. И, естественно, что, как минимум, удар на этом направлении был бы слабее, да, то есть, кстати сказать, это тоже не означает, что на всех остальных участках фронта ситуация изменилась, россияне как наступали на часов яр, например, так и наступают, да, то есть, везде давление продолжается, это просто, ну, понятно, раздергивание наших сил. Так вот, что поменялось? Вот, ну, скажем так, это был, ну, вполне конкретная вещь, да, на которой видно, что вот что произошло, с чего могло бы и не быть. Другой момент, что действительно приезжал Блинкен, и с ним действительно были, ну, беседы на эту тему, и, ну, и сформировалось вполне определенное мнение. То есть, Украина работала, например, с парламентом, с конгрессменами Соединенных Штатов. Была делегация в составе, там, например, был Чернев, Егор, они... Ну, кстати, да, республиканцы стали более радикальными в этом вопросе. Да, республиканцы, и, кстати, тут... Макол Фома, да, если я не ошибаюсь? Да, что что? Макол, Макол, если я не ошибаюсь. Да, 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 и тут, в общем, и они начали давить, скажем так, была работа с конгрессменами, и которые, да, кстати, ну, это была двухпартийная поддержка в этом вопросе. Но особо активными были, конечно же, республиканцы. Именно в вопросе разрешить Украине бить по цели России. Да, разрешить Украине бить по территории Российской Федерации оружием американского производства. Была, прошла буквально вот такая, ну, цепочка таких заявлений громких о том, что это можно сделать. Это страны Балтии, например, Латвия 27 мая, президент Латвии об этом сказал в интервью CNN. Было заявление Литвы, было заявление Швеции. Швеция, кстати, предоставила, ну, если многие из тех стран, которые говорят, они не предоставляли такого значительного вооружения, то Швеция, например, предоставила САУ Арчер, которые, если стреляют специальным управляемым снарядом, это 60 километров дальность, да, тоже. Вот. В Великобритании, причем в Великобритании возникли определенные нюансы с США после этого заявления. То есть, вот, 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 целый, там, около десяти стран, которые заявили однозначную поддержку. Парламентская ассамблея НАТО приняла вполне конкретное решение о... Ну, оно как-то так все стремительно. С одной стороны, там было резкое отрезково нет, до, скажем так, why not, там буквально прошло, ну, буквально пару дней. Значит, ну, скажем так, стало понятно, что у меня немножко так по-другому-то складывается впечатление, у меня где-то с середины мая я понял, что будет решение, да, то есть, где-то вот так оно понятно. Тем более, потом, когда вот это вот по накапливающейся было, было понятно, что создан консенсус союзников США, которые, в общем-то, в этом вопросе, и есть позиция генерального секретаря НАТО, кстати, тоже вот то, о чем я забыл сказать. То есть, вот этот комплекс были соответствующие... Кстати, регулярно в интервью западным СМИ Зеленский об этом говорил постоянно тоже, да, то есть, он абсолютно регулярно это, то есть, это было. И вот где-то с середины мая такое ощущение где-то пришло, что это решение будет принято, потому что, ну, оно в политическом плане, видимо, где-то, ну, во-первых, стало понятно, что Россия воспринимает абсолютно неверно, да, то есть, понятно, что вот эта аргументация, которая есть на Западе, сегодня, когда вчера Олаф Шольц тоже заявил о том, что никакой эскалации не будет, если Украина будет применять немецкое вооружение по территории России, да, то есть... Ну, кстати, позиция Шольца как-то очень быстро, резко, стремительно изменилась. А потому что, кстати, вот это, ну, достаточно традиционно, то есть, когда изменилась общий настрой, вот это, то есть... Менять и настрой Германии, да? Да, конечно, ну, нет, не Германии, а вокруг союзников, да, потому что в Германии ситуация достаточно сложная, хотя на самом деле вот по Таврусам, по тому сливу, который русские тогда показывали, где было понятно, что военные Германии воспринимают возможность передачи Тавруса абсолютно спокойно и технически они к этому готовы и готовы были, в общем-то, передавать, да, то есть, один момент, то вот... Вот это стало понятно, что аргументация, но она и так выглядела достаточно странно, да, о том, что это может привести к войне, что это к эскалации, но скорее американцы после начала вот этого Харьковского наступления русских и после визита Блинкина в Украину убедились в том, что русские очень превратно понимают вот это вот окно возможностей, которые им США оставляют для переговоров, да, то есть, США, скажем так, это один из тех вот был моментов отсутствия, да, соглашения на то, чтобы бить американским вооружением по территории России, которая, в общем-то, позволяла, ну, с русскими продолжать диалог. Русские этого не понимают, не считают, что это слабость. Вот в чем дело. Поэтому принято решение, оно, кстати, то, которое принято, оно тоже половинчатое, да, то есть нельзя по российской территории применять атакмсы, да, ракеты, которые более мощные, тоже с Хаймерсов применяются, которые дальше летят и более точны, вот, и там ограниченная территория, ну, и опять же по аэродромам нельзя бить, хотя и насчет ПВО, ну, тут сложно сказать, Германия вот вроде разрешает своими системами Патриот, которые они предоставили, бить по самолетам на территории России. Поэтому я думаю, что вот это вот пока что ограничение, да, то есть вот такой возможности применения американского вооружения, это опять, это еще так вот пока что открытая вот эта калиточка для переговоров. То есть это, как по мне, конечно, это достаточно даже наивно, да, почему? Потому что, ну, русские опять этого не поймут, да, то есть они уже, они, кстати, себе шифровали значительно больше того, что есть на самом деле, потому что если вспомнить вот эти карты, которые они начали рисовать непосредственно перед принятием соответствующего решения, кстати сказать, то есть они тоже понимали, что оно будет там, где какой западный беспилотник и какая ракета, куда может достичь, это говорит о том, что, в общем-то, противопоставить особо и нечего, да, то есть… Ну, кроме их дальше уже только тактическое ядерное оружие, все. Ну, вообще, да, на самом деле. Ну, и тут, я бы, кстати, сейчас не стал это рассматривать отдельно от ударов украинских дронов по территории России, там, скажем, по нефтеперерабатывающим заводам и по станциям дальнего радиолокационного обнаружения, да, то есть за горизонтных станций, вот эти, там, Воронеж и Воронеж-М, да, ну, там, вот эти несколько, да, потому что заявление России, да, например, сейчас касается именно этой темы, да, именно вот удары по… поскольку этот замминистра есть такой, Рябков, тот, который… у которого борзометр зашкаливал в 2021 году или в начале 2022-го перед Торжением, тот, который гопнической лексикой абсолютно сказал, пусть НАТО собирает свои монатки и уматывает границам 97-го года, да, вот сейчас он вдруг как-то так начал, ну, угрожающе, ну, блин, почему-то где-то тут про монатки не идет речь, да, он начал говорить, вот, мол, это… это ж такой удар по, значит, по возможности, там, раннего выявления, там, ядерной безопасности, и вот американцы пожалеют, да, сказал бы сразу, как раньше говорил, но, тем не менее… Ну, хорошо, а вот они постоянно говорят, что ответ последует, ответ последует, Запад пожалеет, что они могут предпринять? Ну, я думаю, что, вот, относительно Украины, ну, они и так применяют уже практически все, да, все, да. То есть даже химическое оружие, на самом деле, химическое оружие, вот сейчас применяется очень активно, они в виде химических гранат, в виде скидов с дронов, да, то есть там оно, так сказать, условно не смертельного действия, да, но для того, чтобы выкуривать из блиндажей, да, то есть то, что они делают. Более того, как всегда, абсолютно по-московицки, вот то, что они делают, они в своих грехах, в своих преступлениях обвиняют других, да, потому что они тут вот начали рассказывать, что Украина готовится применить люизид, да, там, в этих самых условиях фронта, то есть, когда… С обогащенным ураном, там, бомбы с обогащением, грязные бомбы… Да, люизид – это отвращающее вещество, да, но, правда, да, обедненный уран – это вообще история, которая такая бродячая на протяжении десятилетий, да, то есть, вот, про боеприпасы, вот, а тут, вот, то есть, что, ну, да, что они еще могут сделать? По поводу США, я думаю, ну, тут они могут переходить, переводить, там, в эскалацию, там, в противостоянии, где-то, вот, в районе договоров о нераспространении ядерного оружия, вот, там, о том, о совместном наблюдении за арсеналами, да, то есть, ну, как же так, вот вы ему… Кстати… Ну, на Ближнем Востоке могут что-то еще подосрать из них. Ну, естественно, да, и переведение другие в разряд других конфликтов, почему? Потому что, например, вот это вот, абсолютно такой четкий звоночек относительно того, что будут пересматривать границы морские с Литвой и с Финляндией, да, то есть, а потом, ну, и потом оно пропало, а потом с сайта Министерства обороны, а потом физические действия, когда они сняли буйки на кордоне с Эстонией, да, то есть, вот, по Нарве, вот, по речке, то есть, это абсолютно, в общем-то, четко показывает, что они в поиске, они будут искать, но реального адекватного ответа на самом деле у них нет, поэтому они будут вот переводить все в разряд такого вот противостояния. Я не знаю, если бы мы вначале проговорили, что это конкретно изменило, то есть, какие преимущества это дает Украине сейчас, возможность бить по... Конкретно, могу сказать, изменило, например, даже в психологическом состоянии, то есть, потому что, и в том числе, кстати, и на харьковском направлении, то есть, вот это вот, да, оказывается, да, вот есть удар, есть ответ, ответ, есть увеличение возможностей, да, то есть, и в... даже, вот, ну, восприятие того, как идет война, да, для украинцев это позитивный момент. Точно так же оно в психологическом плане очень сильно повлияло на русских, это тоже очевидно, да, потому что одно дело, можно рассказывать, как ты воюешь со всем блоком НАТО, при этом зная, кстати, что западный снаряд или там западная ракета, ну, точно не прилетит, да, на территорию, и в том числе тут уже подходим в военном плане. Однозначно им сейчас уже приходится, ну, задумываться над логистикой, над размещением складов, над... То есть, отодвигать дальше от границ? Да, отодвигать дальше, да, конечно, то есть, уже все, уже эта ситуация сильно поменялась. Хорошо, а можем мы сказать, что сейчас наступил такой же примерно переломный момент, как осенью 22-го года, когда появились хаймерсы, и Украина методично разрушала логистические цепочки на оккупированных территориях. Только теперь это происходит на территории самой России. Не знаю, мне сложно сказать почему, потому что, во-первых, ну, я не знаю, сколько, чего есть, да, и как оно. То есть, я думаю, пока что об этом говорить рано. То есть, почему? Ну, потому что, ну, ситуация изменилась, и тут, и скажем так, ну, пока что об этом говорить тяжело, то есть, скажем так, появится же построенное укрепление, то есть, немного все выглядит по-другому. Но если в контексте посмотреть того, что в общем плане, да, то удары по Крыму, которые были по паромной переправе несколько дней назад, да, успешные, кстати, то есть удары, опять же, по радиолокационным станциям и связи, ну, таким серьезным в том же самом Крыму, то, в принципе, да, я думаю, что какая-то такая тенденция вот сейчас после этого уже тоже, ну, наметилась, да. Дмитро, я благодарю, что нашли время, пошли к нам прокомментировать ситуацию, будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цена свободы». Не забывайте подписываться у нас и делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.